В детском саду номер 49 необычный день. Сегодня малышам ставят прививки от клещевого энцефалита. Ребята волнуются, но не боятся. А после укола широко улыбаются. Они нас вообще не боятся, да, Татьяна Сергеевна? Да, понимаете, они всегда, они даже идут на прививочку, у них самих слезы на глазах, но они, понимаете, они знают, что их здесь сразу же и поджалеют, и скажут, как легче перенести прививку. Наталья Григорьевна – медицинская сестра. В ее обязанности входит контроль и оценка состояния здоровья более 300 малышей, посещающих этот садик. Также проверка качества их пищи и, безусловно, оказание первой медицинской помощи при необходимости. Именно медсестра детского сада может организовать прием лекарств, необходимых конкретному ребенку, или, например, начать профилактику против простуды. В межсезонье, признается медицинский работник, забот всегда прибавляется, поэтому хочется дать родителям простые рекомендации. «Отправлять в садик, во-первых, нужно обязательно, конечно, чтобы ребенок был здоров, значит. И для того, чтобы он не заболел, надо, чтобы и питание было полноценное. В садике это питание полноценное, но надо, чтобы ребенок был приучен к этому питанию, чтобы была слойность одежды. Не так, чтобы как капуста одета ребенок, а чтобы было на самом деле, как вот сам одевается родитель, так же, чтобы одевался и ребенок». Одежда ребенка должна быть функциональной и удобной, нижний слой отводить влагу. К примеру, если надеваете на малыша комбинезон из мембраны, нательное белье должно содержать синтетику. Если на улице совсем холодно, то можно добавить флисовый или термокомплект. Медики советуют не забывать о сменной одежде, которая должна быть в шкафчике ребенка. Чаще кормить детей фруктами, закаливать их. А для того, чтобы на прививку малыш отправлялся смело, в хорошем настроении, нельзя пугать его злым доктором в минуты капризов.